Молодежь в Сибири не знает, в честь кого названы городские улицы. Такой вывод сделали томские социологи. Оказалось, что в советское время многие магистрали переименовывали в честь революционных деятелей. Их имена из символов, знакомых каждому гражданину СССР, превратились в совершенно повседневные названия. Пора ли менять советские наименования проспектов и бульваров, и хотят ли этого жители сибирских городов, расскажет Юлия Боброва. Научную работу, которая показала, что молодежь с советской эпохой незнакома, написала студентка Надежда Алексеевская. Она говорит, ее сверстникам ни о чем не говорят имена революционеров. А ведь в их честь названо большинство томских улиц. Даже если очень много улиц названо именами революционеров, этот класс не считывается, просто потому что улица носит, точнее выполняет более практическую функцию для людей. А вот горожане зрелого возраста и политики к топонимике неравнодушны. Они ежегодно требуют в Томской мэрии переименовать площадь Новособорную в площадь революции. Так она называлась в советское время. Но чаще речь идет о возвращении дореволюционных названий. В Омске предлагали переименовать улицу имени Михаила Рабиновича в Воздвиженскую, какой она была до гражданской войны. И это не единственное предложение. Партизанская улица до революции носила имя Ивана Шпрингера, основателя второй Омской крепости. Большевики ее переименовали, как и множество других городских улиц. В Партизанской сейчас собираются вернуть ее историческое название. По крайней мере, в городском совете всерьез обсуждают такой вариант. Представители партии КПРФ считают, переименовывать улицы нельзя. Причина не только в уничтожении советского наследия. Это расходы бюджета. И в-третьих, это расходы граждан. Придется менять паспорта, придется менять документы, свидетельства о праве собственности и так далее. Зачем это надо? Переименование, отказ от своего прошлого, отказ от исторической памяти, оно не может иметь позитивных, положительных последствий. Партийцы предлагают давать исторические названия, в том числе в советском стиле, новым улицам, если город расширяется. Например, в Омске могла бы появиться улица имени Евгения Пахитайла или Столетие Октября. Такая практика применяется, правда, не всегда удачно. В Новосибирске председатель нового коттеджного поселка придумал название – улица генералиссимуса Сталина Иосифа Виссарионовича. Теперь это имя носят все 25 переулков в поселке. Жители не против. Когда назывались эти улицы, меня, конечно, не спрашивали, здесь вообще никого не спрашивали, а может и спрашивали, не знаю. Ну, я ничего против не имею. Ну, то, что длинное, да, это, скорее всего, неудобно. Потому что будет, даже при том же заполнении, если все писать, ну, только вот это неудобство. К слову, рядовые горожане чаще всего не против советских названий. Даже наоборот, просят их сохранить. Так, в Новокузнецке самая длинная улица названа в честь революционера Виктора Обнорского. Не все знают, кто это, но считают, название менять не нужно. Это же история России и страны. Все, что было в стране, все должно быть сохранено, мне кажется. Да, это все равно наше прошлое. В него никуда не уйдешь. Я считаю, что нужно оставить. Это история. Это должны знать. И название оставлять не менее. Эксперты уверены, переименовывать улицы можно, но если этого хотят горожане. А чтобы люди знали биографии тех, в честь кого названы проспекты и переулки, можно установить мемориальные таблички. Юлия Боброва, Евгений Слепов, Мария Черешнева, Максим Денисов, Алина Штарк. Новости здесь Омск.